Сын Куйбышевского военного фотокорреспондента Лев Фиников пришел на встречу со школьниками вместе со своей семьей. Он рассказал старшеклассникам о работе своего отца Николая Финикова в год Великой Отечественной войны и последним сделанным им военным снимки десантной группы, взявшей штурмом Порт-Артур. И фотография была на всю страницу этой газеты, его персональная фотография, персональная я имею в виду как фотографа, вот эта группа солдат уже праздновали победу над Японией. Николай Фиников до начала войны работал в газете Приволжского военного округа «Красноармеец», позже переименованный в «Боевой натиск». 24 июня 1941-го вместе с коллегами из редакции он ушел на фронт. Вернулся только в 1946-м. Его сын рассказал старшеклассникам о военном прошлом страны и работе над созданием альбома «Хроники войны и мира», куда вошли 250 уникальных фотоснимков. Для ребят, конечно, эта встреча очень важна, потому что они должны помнить и знать, как их прадеды, у кого-то, может быть, деды воевали на этой войне, о страшной действительности нашей истории российской. То есть это нужно помнить, это нужно изучать, это нужно знать. Встреча в Центральной городской библиотеке имени Крупской прошла в преддверии парада памяти. Подобные патриотические мероприятия организуют во всех 36 библиотеках Самары. Посетить их могут все желающие, независимо от возраста. Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.